Всем привет, ребята! На связи Центурион. Голос, как всегда, какой-то... Я не знаю, у меня горло болит, и сегодня голос опять-таки нестандартный будет, извините уж за это. Так, мы выспались, отдохнули. Так, сейчас мы будем, ребятам, делать, учиться делать новое зелье, которое... Посмотрим, будет ли оно сильно нам надо, стоит ли его вообще делать при наших-то запасах, скудных запасах очков обучения. Давайте характеристикой по стандарту покажем. Также хочу большое спасибо сказать Александру Шурикову за то, что он подписался. Первый месяц стал спонсором. Спасибо большое. Спонсорскую подписку второго уровня купил. Очень приятно. Кстати говоря, кто не подписывает в свое время стрима, а вне стрима я всегда упоминаю вот в этих летсплеях, о таких людях, которые делают добрые вещи. Также, которые поддерживают вне стрима. То есть, например, вот я сейчас сделал видео, а кто-то решил поддержать, потому что я там сделал видео. И чтобы люди знали о своих героях, нужно рассказывать. Так, давайте отправляемся к Ниарасу, и сейчас, ребята, будем выяснять, что же это за зелье. Оно, по-моему, требует 10 очков обучения, если не ошибаюсь. Так, а вот... О, какие люди в Голливуде. Так, давай, поднимайся. Могу, я могу... Не мог бы ты... Так, слушайте, какой-то у меня вообще странный баг на самом деле. Этот чувак должен обучать на зелье делать, который требует много очков обучения. Я не понимаю, почему он не хочет этого делать. Возможно... Слушайте, возможно, это нужно было в первой главе, и я завтыкал. За маков огня я не играл, по сути, никогда. И, скорее всего, если вы начинаете играть за мак огня, то советую его с этим чуваком с самого начала пообщаться, для того, чтобы... Ну, научиться делать то самое зелье. Сейчас мы пойдем поохотимся на одного босса. Интересного босса, который не находится за первой анаром. Это не на босса Кнура, если что, так для справки. Это на немножечко другого. На Клыкастого Малыша. Давайте сходим к нему в гости. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Потому что урона у него много И, скорее всего, с нашим количеством хп Это 1300, да, это точно был бы Ваншот, если бы он у меня Укусил Здесь есть такая небольшая Светилище небольшой Беллером И здесь есть также сундук, ребята Тут же драконий снайпер Цветок магического взлома, кошельки всякие Что хочу сказать по поводу этого сундука По поводу этого сундука хочу сказать Что если вы его открываете Сразу же появляется подмога Очень жесткая подмога Которая сразу же Ту же секунду на вас набрасывает Если вы не уверены в своих силах И думаете, что вас могут просто-напросто Ушатать Ставим его в активный режим То советую Всегда делать вот так Правой клавишей мыши тырим И быстро уходим отсюда Потому что наш скелет остался Решать в одиночку с ними И тут нужно аккуратно убегать Знаете, почему аккуратно? Если я буду сильно быстро бежать То я нарвусь Сейчас покажу на кого А, вот они Там стоят, как видите Целая куча кнуров здесь ходят Кнуры это, короче говоря, это кабаны Так, призрак же не идет За мной нет Не идет Отлично Тут мы неподалеку Сразу от Фергеля По сути находимся Там еще есть именной босс Тут вот есть эликсир выносливости Алмаз То есть неплохой лут В этом сундуке лежит Это и вам его забирать Всегда Этот кундучок Блин, ну с кнурами могут проблемы быть Достаточно неприятные противники Но у нас есть массовые заклинания Которые должны сжигать на уран Так, как видите Кнуры горят на уран Так оно и есть Только их нужно выставлять В одну линию Для того, чтобы Они бежали И их буря просто-напросто Всех задевала А то они, видите Если они вот так вот В разброс стоят То Весьма вероятно, что Кто-то из них может добежать И укусить Ткнуть нас клыком Так, а вот тут Получше Эта стая стоит Видите, вот так вот Наступаем И начинаем открывать огонь Все-таки ткнул меня один раз На внюк Ну и что Так, связили Поставим Пусть себе рекенят Аккуратненько Дальше есть еще один Опасный босс Это кнур Кнур-босс В общем Не просто его побить будет Давайте Сначала слетаем К самому эфер Вот он стоит Видите Он такой вот Картус Называется У него где-то 16 тысяч хп Так что Босс достаточно сильный Мы сейчас Просто-напросто Пойдем Спокойненько К друиду Зайдем в гости Так, мы читали его книжку Не читали О Привет Привет, мудак Привет Я книгу хотел посчитать Секунду О Теперь можно говорить Привет Хорошо Эй ты Теперь привет Как тебя зовут И с чем ты здесь занимаешься Торговцы вне города Так что у него квест можно взять Спросить Тебя что-то беспокоит Но не советую этого квеста Прямо сейчас брать Потому что там появится Ядовитый глор Который сейчас набросится На все живое И Перебьет кнур В том числе Может и босса убить И вы потеряете 1 лп Поэтому сначала советую Самому зачистить Этих быков То есть этих кабанчиков А Потом уже Брать у него этот квест Давайте сейчас Этим займемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь на этом столбе И отстрелять этих мурятников Их тут как Видите как много 16 тысяч здоровья было У данного экземпляра Он достаточно жирный Если вы Может быть Не до конца поняли Почему я не упал вниз Да только что Блин У меня нет самой плитки Телепортации То есть я стреляю Стреляю И почему-то вниз не падает Такой вот интересный момент один то зажимайте просто на таких местах клавишу shift и тем самым образом вас просто не будет представляться возможным упасть вообще нереально будет упасть если уж такое дело пошло так давайте выпьем себе зелья отрегенимся еще этих вот этих можно отстрелять к нурчиков нур часиков нуринтусов вот так вот я думаю будет собран отлично просто нереальное количество урона наносим это все прокачка для нас это все очень важно с другой стороны играя за магом огня но как их тут убивать разве только бегать с ним тоже сомнительное удовольствие на самом деле что-то я не любитель тут вот бегать по тысячу часов если вы типа без абуза играете то можете и побегать пострелять только учтите один фактор что это займет вам намного намного больше времени чем вот просто залезть и его расстрелять я думаю никто не скажет учу ты сделал все таки челлендж вызов если брать уже челлендж вызов если уж на то пошло дело то до скорей времени будет заходите на стрима будет такая штука один человек мне предложил интересный челлендж на возвращение очень интересный челлендж потому что будет он в основном первая вторая глава харине сначала и там нужно будет сделать просто невероятные вещи в общем невероятные но реальные я думаю вещи на максимальной конечно же сложности на кошмарном сне все это будет происходить так что держу в курсе дискорд вк все заранее буду сообщать ну а мы давайте еще пройдемся по этому лесу и зачистим все остальное квест у фергеля пока брать не буду этот глор который появляется реально достаточно сильный и не хотелось бы с ним но связываться а 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 ему он а Особая тварь, которая не доставила нам никаких проблем. Но, тем не менее, когти у нас. Эти когти можно сдать Людера. Награду мы получаем в ключ от сундука под мостом около мертвой гарпии, а также эликсир жизни. Неплохой лут такой вручает нам на халяву. И то неплохо. Так, скрижаль гонца. Ну, можно себе ее купить. Ну и вот такую скрижальку тоже бы не помешало взять, однако. Только мне что-то надо продать. Написку фортуна и вот этот рецепт. Карту сокровищ. Так, вот эту плиточку одну себе возьму, потому что телепорты надо активировать, а не представляется пока возможности это сделать. На деле мы, естественно, выпиваем. Создаются у нас самые обыкновенные таблички. Казалось бы, что еще можно сделать? На самом деле, сейчас, уже на данном этапе, мы можем стать лучшим охотником. Что это значит? Сейчас расскажу вам. То есть, мы можем выполнить квесты и... То есть, и бросить вызов самому фальку. Драгомер. Альфред. Видите, мы уже всем помогли, почти охотникам. Барому помогли. Эй! Если не ошибаюсь. Да, Барому помогли. Также мы помогли мистеру Грому, который также на месте. То есть, эти все люди проголосовали за нас. Но, помимо этих людей, еще есть охотники, которые должны проголосовать за нас. Сегодня мы занимаемся охотой, то есть, охотой не на обычных зверей. Там, вот всякие матерые кабанчики, матерые собачки. Также можно, раз такое дело, уже стать лучшим охотником. Награду получить достаточно неплохой лук. Естественно, этот лук нам ни в какую. Но, возможно, кто-то из вас играет за лучника. И хотел бы уже во второй главе обзавестись достойным луком. Так вот, это, я считаю, достойный вариант, чтобы так и сделать. Вот и ган стоит. Нам нужно еще одобрение гана получить. То есть, охотиться на фыркающего зверя. Фыркающий зверь. Можно и в первой главе этот квест брать. Вот. Спрашиваем у него, что да как тут? У тебя здесь просторно. Как охота, сопящее создание. Как выглядит этот зверь? Откуда пришел он? Сколько ты мне заплатишь? Ну, в общем, этот зверь появился. И ган как-то отправляется ему навстречу. Этот маленький снайпер появляется рядом. Ну, в том же самом, по сути, месте, где и в оригинале. Рядом с лагерем братства спящего. Можно пойти его прямо сейчас слить. Оба, кролик. Так, отлично. Кроликов тоже сжигаем по одной простой причине. А вот и этот зверюга. Сколько у него хп? Молодой. Молодняк. 600 хп только. Отлично, увернулся. Молодец. Ой, да и урон по нему прям шикарнейший пролетает. А вот и минус снайпер. С него ничего не падает, так как я играю на режиме СНК, ничего не учил из трофеев. По понятной причине. Если бы я начал все это сейчас учить, то весьма вероятно нам просто-напросто бы не хватило очков обучения на изучение большого окиного шара. Собящее создание. Я хочу бросить вызов Фальку. Да. Все. Это мы сделали. Это готово. Также мы в теории этого тролля завалили. Мясо Никласу мы вроде как бы отдавали. Сейчас можно будет проверить. Вот теперь пойдем к Фальку, если мы все это сделали. Что говорят обо мне в лагере? Этого недостаточно. Значит нам что-то еще сделать надо. Скорее всего это так оно и есть. Нам нужно отправиться к Никласу, который тут неподалеку, и отдать ему пару кусков мяса. У меня же есть мясо. Есть мясо. 270 кусков мяса. Прям большой, огромнейший запас. Вот такой вот момент. Этих кроликов мы тоже убиваем, потому что если повезет, то сегодня встретим их предводителя. Этих кроликов. Достаточно сильного моба. Например, на первую главу. И он не такой сильный, как опасный появляется. То есть это защитник кроликов появится, если их убить 25 штук. Вроде их фармлю, фармлю, а он пока что не вылазит. А не по какому. Так, тут я смотрю, что у нас такое. Кого уже нет. Мы тут уже как бы прошлись, замечательно прошлись. А вот эти снайперы все-таки еще живы. Отлично, им тогда фаербол туда закидаем один, в хату. Опа. Сгорели. Так, тут арбалет неплохой лежит, такой для начала. Если кому интересно, можете прийти за ним. И здесь. Никлас. Эй! Что ты тут делаешь? Мне бы пригодилась твоя помощь. Вот твое. 12 кусков мяса. Также у этого паренька можно научиться изготавливать себе самые стрелы. Стрелы и болты. Если вдруг. Не помню, я забирал здесь царский шевелек. Может быть и забирал, а может быть и нет. А что мне сейчас мешает проверить? Совсем ничего не мешает. Можно просто спрыгнуть и проверить. Хоп. Отсюда мы уже забирали царский. Замечательно. По сути мы этому парню помогли. И теперь можем отправляться в лагерь охотников. Вот он. Так, по поводу моих поисков. Что говорят они мне в лагерь? Как видите, теперь мы начинаем состязание. И Слокерс будет спауниться в рандомных местах. Где он спауниться? Давайте будем обходить все эти точки, где он может появиться. Пожалуй, начинаем из первой таверны Мертвая Гарпия. Их есть очень много, этих точек. Я бы хотел на самом деле обо всех рассказать. Так, первая точка. Это где каторжник Рагнар лежит. То есть жил. Где плато с варанами. Где еще разрушенная хибара была. Это вот здесь. Вторая точка. Это возле охотника Никласа. Тот, который мы только что ему мясо отдавали. Третья точка. Это в том же лесу, где охотник Никлас углубится в лес. И там, где раньше стояла хижина друида Фергеля. Так, здесь его нет. Это третье место. Четвертое место возле фермы Бенгара. Сейчас я вам покажу. То есть даже рядом с самой фермой, или даже за фермой Бенгара он спаунится. Еще одно место возле дома Эрола. Если отправляться в сторону, от дома Эрола в сторону хижины Бенгара, то он вот там еще может появиться неподалеку от кладбища, по сути. Еще одно место. Это от таверны Мертвой Гарпия двигаться к сгоревшему дому. Тот самый сгоревший дом, который... Ну... Вы поняли, да? Тот самый сгоревший домик. Так, вот здесь так проходим. И что еще у нас? Как видите, здесь пока ничего не видно. Скорее всего, здесь его нет, да. Здесь возле фермы Бенгара его нет. Также в том месте, где самый... Ну, первый раз он появлялся. Это неподалеку от сборщиков болотника, которые рядом с черным троллем находятся. Он там еще может заспауниться. И, походу, это все точки спауна этого злотного... Слокерса. Так, давайте мы сейчас пройдем, проверим. Вопрос к вам, дорогие зрители. Где же он появлялся-то? В каком месте у вас обычно находился этот зверек? У меня обычно возле фермы... То есть, возле того места, куда я в самый первый раз пошел. Вот здесь он еще должен был бы быть. Но здесь его, как видите, опять нет. Не везет что-то сегодня вообще ни разу. Давайте так. Таверна Мертвая Гарпия. Может быть, он здесь тогда? Блин, я помню, однажды все точки пробежал, и он появился в самой последней, которую я искал. Это было прям мега обидно, когда такое происходит. Такой, не бегаешь, ищешь что-то там. Пытаешься. А! Ударил шнык. Чуть-чуть постреляли. С пулеметом. Так, огнемета. Возможно, я какое-то еще место не упомянул. Хотя нет, вроде как бы я только что все места рассказал, где этот чувак может появиться. Отлично. О, смотрите, сколько здесь еще грибов. Сколько здесь... Что-то тут какая-то текстура проваленная, и огонь... Вместо того, чтобы удариться в землю, он просто-напросто проваливается сквозь землю. Вот здесь он еще появляется. Но здесь я его не вижу. Опять-таки, его здесь нет. Так, кролика если вырубать, то аккуратно это делать, потому что может появиться их защитник. Так, здесь также нет. Им не везет, вообще не везет. Сегодня ни разу. На эти точки спауна... Отлично, ладно. Эти грибы уже заберу. Ради них я только что защистил это место. Так, ладно, гоу следующую точку проверим. Возле тролля. Я даже слышал такую историю, что... Легенду, что он появился в самом логове тролля. То есть, то место, где сам Тволь сидит. Фиг его знает, правда ли я там. Но я проверю все-таки. Так же, вроде... Стоп. Так еще, вроде, возле круга солнца он появляется. Да, действительно. Это не точно, но, блин. Но тоже стоит проверить. Короче, я сейчас проверяю вот это место, потом бегу к охотнику Никласу. Вот такие они поиски, блин. Даже не удивительно, что его никто найти не мог. Учитывая то, что я вон бегаю, сколько времени, что-то тут ничего найти нельзя. Так, кролики сжигаются, а толку нет. Мясо зато есть. Хорошо. Оп, серафиска. Так, пока никто не появляется. Вот здесь этот покерс может быть, но здесь его также нет. Ай, кролик, не уходи. Блин, ну он не везет. Вообще ни разу не везет. Тогда рыночная площадь. Надеемся на вот это место. Возле охотника Никласа. Это будет прям обидно, если оно так и будет сейчас. Вот часто такое на стримах происходит. Сижу я на стриме, подбегает человек и спрашивает, где же этот саный слокерс? Все обошел. Везде осмотрел, но его тупо нет. Вот примерно сейчас у меня такая же ситуация. Хотя обычно на стриме я его нахожу сразу с первой, второй попытки. Но, как вы видите, словно какая-то злая сила. Хочет, чтобы я побегал. Надоедал вам вот этим, этой саной беготней. Это вообще-то можно было бы вырезать, но думаю, это все-таки часть приключения, часть команды, часть корабля. Его здесь тоже нет, да забей, серьезно. Где ты можешь быть? Ну ладно, лечу тогда туда, проверю. Я уже не знаю, пойду-ка я тогда в этот лес, где раньше друид фюрьяль был. Может быть, он где-то там будет. Ну, серьезно, бро, остановись ты уже своими приколами. Блин, хотя в виде мухи-то летать можно. Я что-то пешком бегал. А вот! Нет! Блин! Это снайпер! Ты гонишь, наверное. Тут нет никого. Тут нет. И вообще нигде нет. Да забей. Ладно, летим давайте. О, вот же он! Блин, видите? Вот так вот бывает. Иногда просто пробежишь, казалось бы, ну блин, ну нифига, нигде его нет. А вон он сидит как... Ай, я понял. Намек понял. Намек тупо понял. Все. Нашли мы с Локерса. И вот это почти самая последняя точка. Еще у Круга Солнца можно было посмотреть. Вот такое и происходит иногда. Вот такое иногда просто-напросто происходит. Бегаешь, бегаешь, а его нигде нет. А он тут стоит как... Вот и все. Минус Локерс. Какая же шатахарка. Хорошая, приятная новость, когда ты его вырубил. А не какие-то там глорхи. Хотя тут глорхов, как видите, тоже достаточно большое количество. Я думаю, шкура Слокерса, забираем ее. На крайняк, если вы его не нашли, ну, всякое бывает. Вдруг там что-то баг, вдруг там еще что-то произошло. О, можно всегда его шкурку просто призвать и скорее всего по квесту сдать. Или же самого Слокерса призвать и сдать. Тут я тайничок скорее всего не забирал. А можно было бы забрать. Я думаю, никто ничего не скажет, раз мы уже здесь находимся. Тайничок забагал из заклинания. Видите, оно летит как-то неестественно. Ну-ка, давайте проверим. Вдруг реально я здесь не забирал тайничка. Ну и вот такой вот зашкварный квест и за него получаете неплохую награду. Сейчас пойдем собственно за наградой я коротко расскажу об этом луке, что это такое. Да, здесь видите тайничок, эликсир выносливости и светок превращения в драконьего снеппера. Эликсир выносливости очень даже пригодится нам. Улетаем. Лагерь охотников. Советую также этот квест максимально быстро выполняет, а то его вроде как бы и провалить можно, если тянуть с этим долго. Шкура свокерса. Вот и все. Значит, я теперь здесь главный. Мы можем здесь сохраняться теперь. Получаем следующий квест на поиск охотников. Мы его сделаем чуть позже. Сюда нужно Тальбина, сюда нужно из долины рудников Гештата из долины рудников и Бартука с Хориниса, который мы на охоту еще хотели. Вот. Награду мы получаем вот. А, почему-то он нам не дал лук, я не понял. Это наверняка из-за того, что мы так, берем квест охотом. Это наверняка из-за того, что мы не играем за ловкача, я так понимаю, мы... А, черный тролль мертв, шкуру черного тролля сдаем. Волчьи шкуры, мы принесли волчьи шкуры, странно, я эти квесты, мне казалось, я выполнял их по поводу моих поисков. Амулет, мы в предыдущих стримах еще вот это делали, кто помнит. Это амулет деда Фалька, который богомол съел его. Дает он нам также письмо, которое нужно отнести Басперу и забрать стрелы. Так, я думаю, это сейчас мы прямо сделаем в прямом эфире без смс-регистрации. Отлично. Странно, мне казалось, он... Выходит, он только ловкачу лук дает, лук теней. Если вы не играете за ловкача, то никакого лука скорее всего и не получите. Хотя это очень странно. Мне казалось, он раньше из-за мага тоже давал этот лук. Как у вас, ребята, с этим квестом? Почему он лука мне не дал? Не припоминаю такого, чтобы он лука никогда не выдавал. Может быть, сначала этот... Вот, Бартока зовем. Хочешь стать охотником? Все. Он отправляется в лагерь. Ну и к Басперу давайте зайдем. Так. Племенные стрелы. Смотрите внимательно, не продайте потом случайно эти стрелы. Однажды я продал и Фальк на меня сагрился и хотел меня убить за это. Вот такие вот дела. Хорошие новости. Появился охотник. Так, племенные стрелы. Все. Все. Ну, как-то так. Закончили мы этот квест с охотниками. По сути, покончено здесь. Тут будут еще кое-какие квесты со временем появляться. Ну, например, вот у Рафа есть интересные новости. Появляется ночной охотник. Естественно, я этого охотника сейчас своим говноспелом не смогу пробить. Ну, ни в какую. У него там хп за 15 тысяч и урон с одной тычки стопудово меня вырубит. Вот. Такой вот выпуск, ребята, сегодня получился. С охотниками, по сути, закончили. Мелкие квесты, которые мы уже будем выполнять скорее в 3-4 главе, когда возьмем себе большой огненный шар. А так скажу спасибо всем за сегодняшний просмотр, за лайки, за комментарии, за то, что остаетесь на связи. Всем до новых встреч, увидимся. Пока-пока. Пока-пока.